Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Согласно данным статистики ВОЗ, шизофрения – одно из самых распространенных психических заболеваний на Земле, затрагивающие все возрастные социальные группы населения. Так ли это и как обстоят дела у нас в Якутии? Обо всем этом мы сегодня поговорим с гостей в студии. Любовь Бикинёва, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и психиатрии Мединститута СВФУ, врач-психиатр. Любовь Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но говорят, что количество больных шизофрении стабильно растет. Так ли это и вообще с чем это связано? Нет, с этим я не соглашусь, потому что шизофрения – это такое достаточно стабильное заболевание, составляет где-то 1-1,2% среди населения земного шара, и оно стабильное. Вот скажем так, если взять наше население, 1 миллион сейчас уже жителей, вот 1% – это люди, которые страдают шизофренией. Но в интернете есть такая информация, что 80% случаев шизофрении не обусловлены генетически. Можем ли мы с этим поспорить? Спорить не буду, потому что и теология шизофрении до сих пор неизвестна. Существуют только теории возникновения шизофрении. Одна из них – генетическая теория, которую никто не опроверг, скажем так, и не доказал. Да, находят определенные аллели генов, их там уже несколько нашли, этих аллелей, ну, здесь уточнять не буду, не та аудитория, но они, скажем так, не объясняют причину шизофрении, потому что встречаются и у людей, которые не заболели этим заболеванием. Есть мультифакториальная теория, когда несколько факторов, то есть есть генетическая предрасположенность определенная, и в результате каких-то факторов воспитания даже туда входит, да, социально-экономические, политические даже наши изменения в обществе. Например, в военное время чаще встречается кататоническая форма шизофрении. Это что за форма? Это форма, когда человек застывает, да, и, например, в ступоре находится очень длительное время. Это вот симптомы кататонии, да, он не разговаривает, он просто, например, стоит в какой-то определенной вычурной позе, например, вот, и не двигается достаточно длительное время. Конечно, вот такие вот пациенты есть у нас. Сейчас их очень мало, но вот в периоды таких вот трагических для населения, да, моментов. Кстати, кататоническая форма очень часто встречается в странах Африки больше, чем у нас. А с чем это связано? Ну, может быть, с образом их жизни, да, и тяжело достаточно. Вот, поэтому с чем связана шизофрения до сих пор неизвестно. Есть эволюционная теория даже развития, что это один из вариантов эволюции человека. Потому что, например, больные шизофрении, они лучше переносят, например, боль, температуру, радиацию, так скажем. Лучше это с минимальными последствиями. С минимальными последствиями, да, правильно. Вот, поэтому шизофрении пока неизвестно. Конечно, есть генетическая какая-то предрасположенность, есть у нас семейные формы шизофрении, когда родители больны шизофренией, их дети, там, и внуки также поступают к нам. Есть несколько семей в Якутии, которые вот уже не одно поколение лечится, к сожалению, в психиатрической больнице. А какие явные признаки могут говорить о том, что человек болен шизофренией? Вот скверный характер, например, неуживчивость семьи или общества, в обществе может ли говорить, что у него есть эта болезнь? Нет, характер не говорит о наличии шизофрении. В первую очередь, конечно, на себя обращает продуктивная симптоматика. Это галлюцинации. Когда человек начинает слышать голос, например, потому что слуховые галлюцинации, они встречаются, наверное, в 90% случаев. Человек начинает слышать какие-то непонятные голоса, которые там что-то комментируют, угрожают или приказывают что-либо сделать. Эти голоса чаще всего возникают в голове. Вот в голове мы не слышим никаких, кроме своих мыслей, да, а это чужеродная мысль, чужой, как бы, компонент, и чуждость этот человек ощущает. То есть вдруг появляется мысль чужая, вдруг как будто к вам залез в голову инопланетянин, да, и вам что-то диктует в голове. Или голос Бога может услышать в голове, или дьявола. То есть что-то такое необычное, нереальное вдруг начинает происходить с человеком. Это, конечно, обращает на себя внимание. Но настоящая шизофрения не связана с галлюцинацией, что самое интересное. А с чем? А связана с расстройством мышления, в первую очередь. Значит, человек, как называется, инакомыслие, начинает думать по-другому, иначе, нелогично, паралогично называем, мы как психиатры, да. То есть он вдруг начинает нелепости какие-то произносить, да. Или непосредственно вы когда его слушаете, вроде говорит человек слова красивые, но совершенно непонятно о чем. Он начинает резонерствовать, например, о миросоздании, о религии и так далее, каких-то вот таких высших сферах. Очень начинает об этом вдруг задумываться, особенно молодые люди. Называется это метафизическая интоксикация. Это обычно проходит в молодом возрасте, 16-17 лет, вот это начало, да. Это пропускается. Ну да, подростковый возраст на это все списывается, да. А потом далее человек начинает замыкаться на себе, да, аутичность, так называемая, перестает адекватно контактировать с окружающим миром. Например, он может заговорить с чужим человеком, да, очень мило и прекрасно, но с родной матерью, там, которые были до этого прекрасные отношения, он вдруг становится к ней негативен, этот молодой человек, да. Он может ее оскорбить, унизить и вообще ненавидеть, можно сказать, да, вдруг испытывать такие вот чувства противоречивые. Он даже будет против... он будет ее любить, но в то же время ненавидеть одновременно. Он не может регулировать свои эмоции. Вот так вот начинается шизофрения, к сожалению. Иногда же ведь творческим людям говорят, ты нестандартно мыслишь. Или как-то не так вот... а я не так вижу эту ситуацию. Нестандартное мышление – это нечто другое, это относится к норме все-таки. Человек нестандартно, когда он мыслит, он способен посмотреть на ситуацию с разных сторон. Поэтому он нестандартно мыслит. А здесь он... как бы человек с шизофренией, он фактическую ситуацию не понимает, что в реальности происходит в этом мире. Поэтому вот это мышление нелепое. И вот как раз-таки это мышление может стать первым звоночком, на который нужно обратить внимание, потому что если не обратить вовремя, то это все может только усугубиться. В дальнейшем потом будет разовьется, вот как распродуктивная, мы называем симптоматика, это галлюцинации. Потом возникают бредовые идеи на фоне этих галлюцинаций. Человек начинает думать, что его преследуют окружающие люди. Например, вот был молодой человек, который стал сидеть дома, не выходить из дома, бросил учебу, хотя прекрасно учился на отлично в университете. Вообще не выходил из дома, даже мочился в баночке и так далее. Он считал, что соседи его преследуют. Почему он слышит этот голос? Человек начинает думать, а почему все-таки какая-то там мыслительная деятельность все равно сохраняется хоть, и он начинает паралогично вот думать, а почему у меня этот голос? Потому что, наверное, это соседи. Они как-то не так на меня смотрят. Хотя они смотрят как обычно, но он начинает каждый их взгляд, каждое их действие интерпретировать по-своему, иначе совершенно. И поэтому меняется его образ жизни, социализация и так далее. А скрытая шизофрения есть? Есть так называемые вялотекущие формы. Хотя их ВОЗ исключает сейчас, не подтверждает. Хотя наши советские психиатры, вот эту вялотекущую форму. Ну, мы как по МКБ-10 современной, да, вот мы не ставим вялотекущую шизофрению, все-таки мы больше склоняемся к диагнозу, это же расстройство личности. В этом случае, да, человек чудаковатый становится, да, конечно, у него такое инакомыслящее мышление, там, да. Ну, таких ярких, скажем, нарушений, выраженных, да, таких дезадаптирующих крайне, да, не наблюдается. Да, чудак-человек, да, вот живет, и он может и работать прекрасно, да, ну, все крутят у виска, но показаний, например, того, чтобы обратиться к психиатру, не видят. Да, просто странная личность. Да, я думаю, многие, наверное, сейчас, возможно, отчасти вспомнят какого-то человека, да. Который как неадекватно одевается как-то там, да, причем он есть красиво, да, одевается, а он именно неадекватно будет одеваться, да, старую, например, какую-то одежду, грязную, да, не следить за собой, вот какие-то вот такие моменты. А обязательно ли нужно госпитализировать человека вот в шизофрении, или можно как-то помочь ему в домашних условиях? Если острая симптоматика, галлюцинации, бред, госпитализация, конечно, обязательно, для того, чтобы купировать это. Но в дальнейшем, да, мы подбираем терапию, сейчас очень эффективно, да, мы подбираем, хотя мы не знаем этиологию, но патогенез шизофрении все психиатры знают хорошо, как вот она протекает, потому что это все изучено, и изобретены новые препараты. Сейчас очень много, большой спектр психотропных препаратов, называют нейролептики, которые как раз и лечат вот шизофрению. Конечно, они достаточно, ну, тяжелые могут быть, да, препараты некоторые, но мы подбираем, поэтому они и подбираются только в стационаре, определенная дозировка подбирается, чтобы не было побочных явлений, чтобы человеку мог комфортно жить, работать, да, создавать семью. Все это возможно при шизофрении. А время лечения зависит, у каждого свое или... Да, здесь индивидуально. От одного месяца бывает и до года. Бывали случаи, когда хорошая ремиссия, но только через год наступала, и потом несколько лет человек не поступал в стационар. Но, к сожалению, периодически, да, все равно обострения возникают, и пациенты поступают. Но они уже привыкают к этому образу жизни, скажем так, они знают, что вот у меня два месяца вот будет приступ, да, я полежу в стационаре, да, потом выпишусь, потом он устраивается на работу, даже если потеряв его, и дальше. Вот 10 месяцев он живет прекрасно с семьей и работает. Или там больничные, оформляем его, если есть такая возможность, и так далее. Любовь Викторовна, вы уже уточнили, что за время вашей работы, вы 20 лет работаете в данной сфере, произошли изменения, да, например, что появились новые препараты, которые сильнее и эффективнее. Какие еще изменения вы заметили? Ну, во-первых, подход вообще к шизофрении, к больным, да, мы стараемся все-таки, как в советской шизофрении, да, ну, вообще пациенты, это не только в психиатрии, вообще пациент не имел права слова, да, скажем так, особо. Ну, врач сказал, он должен, царь и бог, да, врач, и он вот назначил терапию. Все-таки мы сейчас, пациент наш компаньон, скажем так, мы работаем вместе с его болезнью, да, вот такой вот у нас принцип, и стараемся, как бы, во-первых, убедить пациента, самое главное, это убедить, разъяснить пациенту. У нас обязательно сейчас идут для первичных пациентов психообразовательные группы. Мы в стационаре непосредственно, да, и мы разъясняем пациентам, что за симптомы, да, как протекает заболевание, что их ждет и так далее. И человек понимает, да, что с этим можно бороться, с этим можно жить, что это не так страшно, да, все-таки. И есть какая-то рука помощи, есть препараты, да, благодаря которым все-таки он может существовать нормально, да, а не как вот до этого. А как вам удается выдержать огромную моральную нагрузку работы психиатра? Ну, самое главное, это любить свою профессию. Когда ты любишь свою специальность, да, конечно, это не нагрузка, это удовольствие. Когда я беседую с пациентом, да, я получаю определенный от него отклик, да, энергию определенную, да, конечно же, и благодарность есть у пациентов. Они, я это чувствую, да, и это меня вдохновляет на дальнейшую работу. И, конечно, не испытываешь такое, конечно. А если, конечно, ты холоден пациентам и так далее, не чувствуешь обратной связи, то быстро выгораешь в этой специалии. Я полностью с вами согласна, потому что главное, любовь к своей профессии, к тому, что ты делаешь, и тогда в Агараде, ну, тебе практически не страшно. Любовь Викторовна, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое. До свидания. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok